друзья я слышу звук вертолетов представляется давайте полетаем на вертолете так много попугаев думаю где же они все живут на ветках что ли я поворачиваю голову а здесь оказывается пик уже для них построил целый скворечник они видимо там живут вы видите сидит на троих делим на троих случится друзья я сейчас нахожусь на границе аргентины и бразилии и в этом выпуске будет как раз выпуск про бразильскую часть все я получаю паспорт мы едем дальше играть и самый прикол то друзья смотрите сейчас покажу все думают что у меня я аргентинец у меня просто паспорт в обложке всем не поставили штамп и мы едем с вами снимать бразильскую сторону все до встречи на водопадах такой он потухший друзья я думал тут будет красивый мост который будет пересекать аргентинскую и бразильскую сторону на забор смотрите весь высох сейчас будет пересечение условной границы вот эта река игуасу и видите забор сине-белый получается и как только он начнется зелено-желтый это будет бразильская сторона вот смотрите почему для меня не покрасили этот забор и все мы в бразилии пересекли границу бразилии первым делом что решил посетить на бразильской территории это конечно же парк птиц говорят он здесь самый красивый многие птицы гуляют на открытом воздухе а потом уже на водопады вот здесь немножко есть территория как выглядит я вижу же фламинго здесь не розу а ради фламинго красные птицы пойдемте ближе часто зайду потому что надо показать билет слушайте таких ярко красных я чуть не припомню смотрите как они кряхтят слушайте это второй парк за практически за неделю это вообще классно они такие классные посмотрите просто красные птицы здесь я так понимаю сейчас будут самые крутые попугаи и кого только здесь не будет из птиц давайте скорее смотреть просто этот звук птицы ты хорошо классно такой зеленый просто вот это чувствуется что здесь тропики столько зелени я напомню вы сейчас на бразильской стороне я поверишь себе представить не мог что я полечу в бразилию вернее не полечу а доеду до бразилии так где птицы вы же парке птицы не понял так иду ищу птицы и сразу же посмотрим что тут есть о 1 2 3 4 5 6 7 фламинго но смотрите зеркала их поставили специально здесь для того чтобы вот эти шесть бедолаг а вы помните сколько было в темой кене в парке этих птиц их было просто огромное количество здесь бедолаги 7 штук стоят и чтобы мне было так скучно и не и не они не думали что их мало сделаны зеркала чтобы им казалось что их очень много а так там всего 6 штук стоит ребят вы посмотрите ползет черепаха значит блин это вообще просто ползет черепаха а вот здесь сидит вот такая вот птица вон сидит еще такая птица это какие-то курицы что-то за курицы господи так классный первый раз вижу такую птицу тут какие-то маленькие здесь все настолько типа разное давайте поближе попробую камеру этой птичке поднести может быть она не будет нас пугаться но хотя бы эти голову отвернула как черепаха вообще слушайте друзья там какие-то птички ходят здесь посмотрите сидит какая интересная вот они одна вторая здесь какие-то птички так это у нас не знаю кто такие сидят вот смотрите сидит сидят две птицы там сидит слушайте ну блин так прикольно а еще знаете дождь прошел и после дождя еще более так интересно наблюдать потому что все такое влажное они сидят все посмотрите она как заинтересовалась камерой думать что то ко мне за птица такая тут подходит и знаете я не насколько я сначала расстроился что думаю ну как же так водопады я думал солнечная погода должна быть чтобы передать эту атмосферу эту красоту зелени водопадов и вчера пасмурно было знаете я нисколько не расстроился что было пасмурно потому что как вы уже поняли мы прошли все три тропы с вами все это посмотрели все отснял и сейчас здесь в парке да здесь зелена классно но зато это дает возможность походить понаслаждаться нет такой духоты потому что это же тут или тропики и я уже жду не дождусь вертолеты летают так скажу вам что сейчас будет скоро вертолет ну и вот сидит смотрите опять красота какая я так близко держу камеру думаешь из голову повернет испугается упадет а нет она даже а о привет привет пусть к здорово какой окрас у него красивый а там все замерла как будто бы не живая стоит вот это вот стоит тоже такие некрасивые друзья и они не боятся даже смотрите как я близко держу камеру как и сижу близко к ней я даже не боится только мне единственно кажется что она может наоборот клюнуть в камеру максимум вот она еще пойдемте дальше вот еще сидит смотрите какой у нее клювик желтенький оля оля вот вы не поверите камеру держу буквально в десяти сантиметрах от головы птицы и она нисколечко даже не возмущается и не думает что такое что это и кто это очень здорово вообще друзья это парк классно идемте дальше работница ходит здесь один несчастный хотел сказать крокодил а он не несчастный он такой упитанный и счастливый что его здесь кормят ему не нужно охотиться ему даже одному наверно тут не скучно может быть скучно ну зато не голодно и сейчас еще тут какой-то фольерчик надеюсь тут не змеи потому что я змеи так не люблю не понимаю а фу вон точно змеи друзья вы посмотрите вон они лежат в этой штуке наверху я терпеть не могу змеи я смотрю на них а меня прямо знаете мне прям передрягивает то что змеи это не мое я вообще боюсь змей пока парк не скажу что меня прям впечатлил обычные хождения нет не думал я что здесь так мало птиц я думаю что здесь огромное количество птиц сейчас мы посмотрим просто больше я сюда пришел из-за попугаев я знаю что здесь эти попугаи ара их много и не вот я уже слышу где-то там рут поэтому сейчас мы вот самое главное здесь то что я хочу и показать хочу увидим друзья и зашел сейчас смотрите какую огромную сетку здесь так много попугаев думаю где же они все живут на ветках что ли я поворачиваю голову а здесь оказывается пик уже для них построил целый скворечник они видимо там живут вон видите сидит здравствуйте здрасте видите сидит так смотрит с интересом наблюдает вот еще один сидит вот видите еда их не видно они зеленые на них ну как бы они ходят вообще кругом летают и их не нужно присмотреться когда начинают взлетать уже понятно что это видят красавчики что за красавчики что ты боишься а все-таки трусихи слушайте ну тут можно покормить их сейчас я их покормлю пойдемте посмотрим смотрите как они слетели на эту палочку поинтересно если я тебя по дороге ой можно за потрогать вот посмотрите аж они кусаются между собой немножко потому что хотят тоже так давайте едим парк смотрите они внизу тут ой как быстро они так почему ругаетесь парня вообще ты он весь смотри он весь просто один так ну ка смотри давай давай на троих делим на троих делим на троих такое количество большое смотрите класс я больше всего ждал вот эту клетку потому что там вы посмотрите желтые попугаи а нет это я еще не ждал это случайно я прошел смотрите какие желтые попугаи это все просто арахуба арахуба какой-то ну такие классные они посмотрите прям цвет у них такой фирменный свой фирменный желтые не зеленые фирменный желтые ну и где-то должны быть большие попугаички желтый а вот смотрите сидит вот любители сидеть держаться за сеточку там сидит еще один на желтый он прямо куда все-таки курочки класс пойдемте искать больших ар смотрите друзья какие здесь совы сидят три красивых совушки пробую камеру вот так вот 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 они видите сидят красивые такие наконец-то я пришел в этот вольер или как его назвать вот они большие ары такие здоровые просто смазать и посмотрите офигеть какие они огромные это то что было в тимаикене в парке там 34 ары но они были намного меньше а ведь и смотрите какие просто здоровьющие синие эти вообще здоровые господи смотрите просто друзья так курица целая сидит чуть-чуть и вот опять я же камеру буквально 30 сантиметров от нее вон смотрите курочка идет нам какая-то длинная смотрите такая смешная такое ощущение как будто она увидела меня и что-то заподозрила о смотрите там друзья как много сидит просто на ветке деревянной офигеть так как много можно подобраться что ли получается поближе давайте я покажу поближе видите здесь сидят и существо они реально размер огромной курицы имеют просто такие здоровые то есть они маленькие попугайчики я не знаю как вы чтобы вас ну чтобы было понятно но это целая курица вот такая понимаете сидит здоровая класс вообще просто видите они там сверху так о полетела такие они классные просто вот здесь посмотрите вы куда все все улетают это почему вы улетаете я вас заснять хотел поближе пути интересно злятся они нет когда максимально близко а я думаю честно бросится может на меня ладно не буду тебя провоцировать а ты кто тоже тебя не буду провоцировать очень подозрительно смотрят думают что мне кажется что они сейчас могут накинуться на меня все не буду ближе делать вот еще смотрите давайте этого поближе с ними они тут поесть пришли и сейчас взлетит так смешно он смотрит ой здрасте оля а это курица все исходит такая знаете и смотрит здрасте кто вы как вас зовут а курочка вы кто такая смешная очень много здесь попугаев конечно эти такие классные друзья вообще слушайте реально очень крутой вольер здесь построен большой и выглядит конечно это все здорово я мечтал увидеть таких больших попугаев но в таком количестве еще это вообще чудо просто какое-то класс и этот главный тут курочка это ходит давайте еще поближе их поснимаю потому что хочется запечатлеть их все таки на память не хочет а пойдемте я на тот того поближе сниму который сюда сел оля 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 что-то он короче там грызет смотрите как я близко к нему просто подвел камеру ой ведь он возмущается немножко ну ничего не делает буквально вот я говорю 10 сантиметров я от него прям ой ладно все не буду возмущается физики классный красненький такой с таким раскрасом вообще просто здорово ребят супер все иду дальше но это конечно вообще я под впечатлениями от этих куриц ой 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 мы с вами уже знакомы да из другого парка а он держит орех ой он держит орех видите закинул себе в клюв чешет клюв насколько я уже говорил и знаю он очень легкий и практически ничего не весь а еще у него длинный язык как у змеи такое у них поведение интересное вообще это прям супер какая-то птица друзья на собственно парк птиц очень интересная конечно же рекомендую несмотря на то что все там некоторые птицы в клетках и за окнами которых не особо видно но большинство то птиц все-таки можно чуть ли не пощупать понимаете эти попугаи где кормил я даже до одного из них потрогал и нечих проблем поэтому давайте приезжайте конечно же смотрите очень классное место друзья 124 доллары и мы летим на вертолете просто я даже не думал но хотел сейчас мы просто увидим весь водопад сверху в том числе и самую главную глотку дьявола друзья вообще супер все я жду сейчас за нами придут за группой и мы летим оля так друзья нужно обязательно пристегнутся все я пристегнулся я сел впереди я надеюсь меня закроют мне не придется самому себя закрывать так звук есть все хорошо это мой первый полет на вертолете друзья так двери закрыты друзья мы взлетаем я первый раз я на вертолете я летал на тушке летал на кукурузнике но что бы на вертолете нет все друзья мы отрываемся а господи мама дорогая просто вы посмотрите мы взлетаем над бразилией надеюсь я в обморок не упаду случайно но это круто я под впечатлением я уже вижу глотку дьявола она начинает подниматься я чувствую себя ведущей морлая решка серьезно потому что я видел этот выпуск здорово просто здорово я уже вижу впереди водопады и мы сейчас летим над бразильской стороной а с той стороны Аргентина так красиво мало того что первый раз на вертолете но еще над таким шикарнейшим местом это невероятно пилот чувствует себя расслабленным состоянием думаю значит все под контролем вот смотрите какая ширина реки Игуасу мы подлетаем я вижу глотку дьявола и вчера мы с вами гуляли вот с этой с правой стороны это был последний круг просто друзья вот даже пилот помогает маленько бейте камеру разрешил выкунуть . так красиво ребята я просто сейчас расклачиваюсь ах офигеть вы не поверите посмотрите это глотка дьявола это самая мощь и там вот идет мост по которому мы вчера шли к этой глотке аааааient аааааа ааааааао мы просто поворачиваем емоций газ я просто более а а и я я прохты летим вот как я и на всей длиной водопада Фигуасу. И с ума сойти просто, я под таким впечатлением. Субтитры создавал DimaTorzok Я реально немного в шоке. Я не думал, что со мной может такое произойти, и я это все сниму для вас. Просто классно. Пилот сделал просто что-то невероятное. У нас прокатил все глотки дьявола. Все делаем. И мы еще делаем круг, ребята, посмотрите. Просто у меня замирает дыхание. Я в таком шоке. Мы прилетаем над самой глоткой. И теперь мы залетели немного на аргентинскую сторону. Все, пожалуйста. Блин, что ты делаешь? Пожалуйста, не надо. Господи. Друзья, это самое невероятное было приключение, которое со мной произошло. Все, мы вылетаем отсюда. Было здорово. Правда. Я в шоке, я под впечатлением. Можете нас приземлить на место? Я больше не могу. Мне становится плохо и от увиденной красоты, и от того, что сейчас делает пилот. Я не знаю, то ли это из-за того, что мы с камерой здесь находимся, и он сейчас пытается нам устроить суперэффекты. Либо это его задача была. Это сумасшествие. У меня нет слов. У меня просто нет слов. Это просто не знаю, что лучшее могло произойти со мной в этой поездке. Все, я отключаюсь. Мы с вами сейчас приземляемся. И мне еще нужно будет какое-то время, чтобы прийти в себя. Друзья, ну что, я уже подхожу к автобусам. Я просто честно скажу, я посмотрел несколько видяшек перед тем, как поехать на Игуасу, хотя бы иметь представление, о чем и про что здесь. И я знаю, что здесь обычно всегда очереди, но нам, по ходу дела, повезло. Народу вообще нет. Вот весь народ. Представляете? Может быть, потому что дождь, но оно и к лучшему. Там меньше народу будет. Смотрите, вообще пусто. Вот на таком автобусе мы будем осматривать бразильскую сторону и подъедем прямо туда, в глотке дьявола, и посмотрим с бразильской стороны на этот водопад. Так, ну все, автобус приехал, и теперь я двигаюсь на бразильскую сторону, посмотреть с бразильской стороны на водопады. Будем смотреть на аргентинскую теперь сторону. И вы знаете, я хочу что сказать, я не помню, говорил ли я в первой серии, про то, что длина всех водопадов 2700 метров, и на аргентинской стороне находится большая часть, 2100 метров водопадов, а здесь в Бразилии всего лишь получается, если там 200, 600 метров. По-моему, так. Я точно не помню, я-то давно читал информацию. Может быть, какие-то другие цифры, но общая длина 2700. И вертолеты сверху летают. Здесь тоже так же, видите, насколько зелена. Мама дорогая, сейчас что мы с вами увидим, друзья? Просто я вижу отсюда уже очень красивый вид. Здесь, если правильно пишут, самый классный вид на глотку дьявола как раз будет. Сейчас мы все это увидим с вами. Очень классный, тоже так оборудованный проход к всей территории. Слушайте, очень круто. Я уже сейчас вижу, что с этой стороны тоже просто невероятно классно все. Видно и высоко мы находимся. Вон те водопады, где мы с вами вчера шли сверху. Там я вижу мост. Все, пойдемте ближе смотреть. Ребят, посмотрите. С бразильской стороны он выглядит еще круче. Если там с аргентинской стороны ты ощущаешь мощь, звук, то здесь ты наблюдаешь и смотришь на эту всю красоту. Просто кайф. Пойдемте дальше, что там еще есть две площадки, посмотрим с них. Это уже вторая площадка. Чуть-чуть ракурс поменялся вида. И посмотрите, сколько там. Там водопадик, и тут водопады. И туда. И сейчас вот за этим, за этими деревьями будет третья площадка. И там мы с вами... И там мы с вами увидим глотку дьявола. Смотрите. Все здорово. Просто нереальной красоты природа. Пойдемте на третью площадку. А здесь ты пока идешь к глотке дьявола. Такая тропа, видите, и классно наблюдаешь. И это еще не глотка дьявола, друзья. Глотка дьявола сейчас будет чуть-чуть подальше. Но самая суть, что ты идешь, и такие виды открываются. Сумасшедшие. И это все аргентинская сторона, которую мы наблюдаем. А идем по бразильской. Идем к самой мощи, к самой жести. Видите, какая тропа красивая. Друзья, смотрите, здесь у нас насухие. Ходят. Пакетик услыхали? Смотрите, нюхают. Думают, что там такое? А там вода. Ничего нет. Такие красивенькие они. Смотрите, самый любопытный. Самый люб... Ой, 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 как тут их много. Это бразильская сторона. Здесь тоже есть насухие. Конечно, они здесь помельче, по-моему, чем с аргентинской стороны. Но здесь они тоже есть. Друзья, так клево, так необычно вообще. Насухие. Какой вид, друзья, какой вид. Вы посмотрите просто. Сумасшествие какое-то. Ходят насухие, вы представляете? И такой вид. Друзья, я думал, что здесь три площадки. Оказывается, их намного больше. Думал, что мы сейчас уже придем и будет площадка глотки дьявола. Нет, она там дальше. А я пока понаслаждаюсь вместе с вами. С таким классным видом. Ну, посмотрите только. Здорово. Просто невероятно. Смотрите, какой длинный водопад. Друзья, вот наглядно показываю на лодке плавают на таких. И прям, видите, их туда заплыли. Они прям в эту водопадную часть. И люди, я уверен, там просто на 100% мокрые сейчас. Я тут же хотел, но туда же смотрю и думаю, наверное, нет. Я не хочу. Ну, выглядит это вот примерно так. То есть подъезжает лодка и максимально близко под спрою. Смотрите. И ведь неважно, есть солнце или нет, я так переживал по этому поводу. Но мне кажется, это еще прекраснее. Не всем, наверное, дано увидеть даже в такую погоду. Наверное, не вся такая дождливая, как сегодня. Не знаю. Ну, это вообще красота в любом виде. И, конечно, на это нужно смотреть. И вот лодочка опять, смотрите, заходит с людьми. Прям вот этот весь поток воды. Смотрите, их практически не видно уже там становится. С ума сойти. Пойдемте дальше, друзья. Посмотрим все-таки глотка дьявола напоследок. Друзья, я сейчас меняю камеру. Потому что, посмотрите, мы начинаем приближаться к глотке дьявола. И там невероятный поток воды. И, соответственно, нужно будет обезопасить камеру. Поставить крышку водонепроницаемую. Будет чуть-чуть хуже звук. Но я хочу подобраться максимально близко к глотке дьявола. Пойдемте, сделаем это. Ну что, друзья, я уже на мосту. Ну, посмотрите. Пойдемте туда. Пройдемся по самой гуще. По самой гуще. Я прямо не переключая и не выключая камеру. Дойду с вами до самой ключевой точки. И сейчас, смотрите, все идут мокрые оттуда. Так, моя кепка, чтобы не улетела. Так здорово просто. Посмотрите. Максимально. У меня сейчас только что просто окружилась голова. Вот видите, какой поток. Вот, смотрите вниз. Вау. Так страшно, потому что кажется, что этот мост, не дай бог, если что-то случится, это будет гаранты. Вы представляете? Просто все. Мы можем уплыть. Не будем о плохом, давайте о хорошем. Я в лодке дьявола. Ребята, это конечная точка с бразильской стороны. И отсюда открывается самый шикарный вид. Вы посмотрите. Просто с ума сойти. Я не просто в шоке. Вот она, глотка дьявола. Я сейчас смотрю на нее. С бразильской стороны. Это здорово. Просто невероятно. Вы посмотрите. Нельзя. И с этой стороны огромный поток. Такое ощущение, что тебя сейчас вместе с ним просто снесет туда, понимаете? Ну, посмотрите, друзья. Невероятное ощущение. Как все возможно. Ладно. Тут просто класс. Просто здорово. Я не знаю. Просто не подобрать слова. Это невозможно. Потому что это такое чудо. Это действительно чудо. Чудо в дорогах. Пойдемте еще. Я сейчас увидел стране. Тут можно еще подняться. Посмотреть. И за это будем с вами встречаться. Пойдемте посмотрим. Друзья, ну все. Сегодняшний выпуск на бразильской стороне подошел к концу. Мы с вами посмотрели все, что хотел я вам показать. Я сейчас на самой верхней точке, последней, показываю этот вид. И прошу вас всех подписаться, поставить лайк, обязательно написать комментарий. Если вы уже посмотрели аргентинскую сторону, сказать, какая вам больше понравилась, та или иная. Но для меня она по-своему хороша. С одной стороны, ты чувствуешь мощь и силу этого водопада, а с этой стороны, с бразильской, ты наслаждаешься всем видом абсолютно. С этой стороны вид настолько прекрасен, что нет смог. Ну и все. Класс. Всем пока-пока. Обнимаю. Целую. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok